Приветствую вас мои боевые булочки и суровые бродяги, на связи Карфаген. Как известно, совсем недавно нам завезли сразу несколько новых снайперских винтовок, и в целом ветки крафта сильно изменились. Пока все делают обзоры на своих фаворитов, я подумал о том, чтобы опробовав все винтовки, которые есть в игре, составить свой субъективный топ, от худших к лучшим, добавив в него мини-обзоры по основным пунктам. На всех местах будет по две винтовки, так как есть сильно похожие, либо слишком разные, но очень хорошие. Например, одна хорошая болтовка, другая хорошая автоматика. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну а мы начинаем. Ну а прежде чем мы начнем, хочу напомнить вам про халяву в 50 миллионов игровой валюты, и всего за пару кликов. Дедушка Карфаген совместно со Сталкрафт Маркет проводят розыгрыш. Узнать подробнее и участвовать вы можете, перейдя по ссылке в описании. ТОП 7. ВОЛНА Не понимаю, зачем она нужна, когда есть СВД-М. Характеристики одни и те же. Магазин увеличенный ставится один и тот же. Только на СВД-М больше обвесов и больше урона. При заточке разница значительная. Если кто-то выкупил прикол, напишите об этом в комментариях. Ну, кроме того, что ее не шибко дорого в сравнении с топовым крафтом можно купить на аукционе. ТОП 6. ОТЛ Корбач и Мак Миллан Корбач прикольная ивентовая винтовка, урон которой на большие расстояния увеличивается, а не уменьшается. И при максимальной заточке на максимальной дистанции с 8-кратным прицелом он бьет очень больно. Правда, никаких обвесов толком не предусмотрено и удобность, пожалуй, весьма средняя. Ну и, конечно, сейчас его, к сожалению, никак не получить. Мак Миллан также является ивентовой винтовкой, которую можно получить, собрав части из кейсов прямо сейчас. Однако в ветке бартера ее нет, а это значит, что и она перейдет в группу никак не получить. Опустим момент, что ящики даже очень старые, при желании можно попытаться найти и купить, но, пожалуй, эти винтовки того явно не стоят. Из плюсов приятный внешний вид, встроенный глушитель без дебафов к характеристикам и высокий разовый урон. Из минусов то, что он действительно разовый. Скорострельность совсем никакая. И второй раз выстрелить, чтобы убить, можно разве что в чистом поле, либо по совсем глупому противнику. Также хромает возможность обвесов, и стандартный магазин на 5 патронов, это, к сожалению, максимум, который вы получите. ТОП 5 МК-14 и Л-96 Л-96А1 древняя, как слон-винтовка. Она, к слову, крафтится, по характеристикам представляет собой Мак Миллан без глушителя. Патронов также 5, без возможности установки увеличенного магазина. Обвесов все так же нет, разве что помимо прицела глушитель или надульник с определенными характеристиками. Стоит выше только по причине того, что ее можно сбартерить всегда, в отличие от Мак Миллана. И немного увеличенный урон. Буквально на пару единиц. МК-14 и БР. В отличие от всех предыдущих участников, ТОПа отличается по-настоящему царской модульностью. Надульники, глушители, рукоятки, лазерные целеуказатели, прицелы и даже возможность установки барабанного магазина на 50 патронов. Все верно, ведь это современная автоматическая винтовка. Звучит вкусно, не правда ли? Но не спешите с крафтом, ведь минусы тоже присутствуют. Во-первых, урон с дистанцией немного падает. Не критично, но заметно сильнее, чем у других винтовок в игре. Урон относительно посредственный. И если у вас нет возможности вести огонь по открытой цели, после первых попаданий она вполне может спрятаться за ящиком и высунуть вам в ответ средний палец. Но вся эта ситуативность не так серьезна, как факт ощутимой отдачи. Поскольку винтовка крупнокалиберная, так и еще и автоматическая, даже с учетом правильно установленных обвесов и опытного пользователя, зажать единой очередью в точку на большое расстояние задача, мягко говоря, трудновыполнимая. Условно убивать до 70 метров вполне комфортно. Однако, стоит взять расстояние, скажем, метров в 120, прибавить серьезную отдачу, а сверху присыпать фактом падения урона и его изначальным невысоким показателем, получаем весьма посредственный вариант для настоящих снайперов на дистанции. ТОП-4 ВСК-94 и СИАР-380 СИАР-380 Уникальная винтовка, созданная по образу и подобию Гаусса. Получить никак нельзя, и даже с кейсов не падает. Выдавалось за ТОП-20 новогодние елки. Но, честно говоря, не переживайте, вы теряете немного. Винтовка относительно приятная и продуктивная, но во всем такая же средняя. Урон есть, но не колоссальный. Скорострельность оставляет желать лучшего. Модульность ограничивается прицелом и рукояткой. Из интересного, электрический урон размером в 20%. Можно подумать, что при попадании противник начнет трястись, словно его приложили шокером. Но нет, это работает не так. По факту, просто дополнительный урон, зависящий от показателя электрозащиты костюма противника. В коллекцию штука классная, но на постоянное использование я бы, пожалуй, предпочел что-то из списка выше. ВСК-94 Отличная автоматическая винтовка, которая делает больно костюмам любой толщины и почти на любой дистанции за счет ее калибра. Прощает ошибки, но не слишком много. Для автоматической винтовки отдача, честно говоря, смешная. Ее можно почувствовать только в прицелах действительно высокой кратности и при серьезном зажиме. По модульности есть все. Рукоятка, лазера, прицел. Нет магазина, он всегда ограничен 20 патронами. С учетом урона, калибра и скорострельности, этого достаточно для убийства одной цели без проблем. Либо двух, если руки, ну уж очень прямые. Однако, как по мне, сильно проигрывает своему прямому аналогу. В ССМ винторез во всем, кроме урона. ТОП-3 Винтовка Гаусса и Скар ССР Скар ССР комфортная полуавтоматическая снайперская винтовка. Имеет хороший калибр. Пожалуй, лучшие возможности по обвесам, включая увеличенный магазин на 30 патронов. А для нее, на секундочку, это очень много. Прекрасно убивает и на средних, и на дальних дистанциях. Отдача присутствует, но контролировать ее вполне возможно. Уж точно легче, чем, например, на МК-14. Так как скорострельность ниже, а урон выше. Сейчас, к сожалению, никак не получить. Разве что крутить старые кейсы. А жаль, ведь для большинства новичков, это один из лучших вариантов, чтобы опробовать игру на дальних дистанциях. Винтовка Гаусса Канон оригинальных частей Сталкера. Крутая пушка для настоящих мужчин. Стоит как остров в любом из гламурных архипелагов. Да и достать ее сейчас, мягко говоря, проблема. В свободной продаже внутриигрового магазина ее нет. Выбить невозможно, скрафтить тоже. Разве что за кучу там закрытых сезонов, как штурма. Но я не думаю, что это серьезная цель, тем более для новичка. Разовый урон очень большой и в теории двушотает все, если мы говорим о хотя бы одном попадании в голову. Но в соло игре лично мне показалось играбельной весьма плохо. Впрочем, из меня в целом снайпер хреновый. Скорострельность очень низкая, в прямом смысле болтовка. Боеприпасы необычные и иногда это может стать проблемой. Модульности почти нет, рукоятка да прицел. Стоит так высоко именно из-за крайне высокого разового урона, который к тому же напрочь игнорирует пластины. Да-да, стрелять на дальние расстояния в динамичную цель непросто, не говоря уже о попадании в голову. А эта винтовка словно говорит, делай куда можешь, а там будет видно. Как оружие поддержки бомба, но для использования в соло геймплее я рассмотрел бы кандидатов выше. ТОП-2 СВД-М и ВА-2000 Ну, тут меня наверное совсем заклюют. Скажут, ты шо, старый в англичане заделался? Шо ты язык ломаешь? Это же ВАшка. И верно, чего это я? ВА-2000 На самом деле очень похоже на СВД-М. Характеристики схожи с небольшой разницей. Многим, к слову, она полюбилась как достаточно комфортная винтовка, усредненная во всем. Стреляет без года ожидания, бьет достаточно больно и многое трехшотит. Магазин сразу на 10 патронов, без возможности увеличения. По модульности шляпа, но ее и не за это любили. Скорее за ту самую усредненность и универсальность. Сейчас переведена в раздел уникального контента и получить ее уже невозможно. Разве что владельцы, которые ее скрафтили до рокового обновления, могут поменять на новенькую СВД-М. Чего делать я категорически не советую. СВД-М вы всегда сможете скрафтить, если захотите. А уникалка есть уникалка. Пусть лежит в коллекции и греет душу. Впрочем, можно и доставать. Если руки прямые и опыт работы на дальней дистанции есть, вашка вас не подведет. СВД-М обалденная полуавтоматическая винтовка для тех, кто любит работать на средне-дальней дистанции. Как по мне, интереснее вашки, как минимум за счет возможности установки магазина на 15 патронов и пониженной отдачей. Делает больно, трехшотит, а происходит это довольно быстро. Имеет распространенный калибр и приятный внешний вид, который не закрывает вам полэкрана. Урон хороший, скорострельность прям самый сок. Я не хочу перехвалить, да и кандидаты выше вряд ли отдадут ей свое место. Но винтовка, пожалуй, одна из лучших на сегодняшний момент. Ну и настало время для топ-1. И чувствую я, меня заклюют. ВССК-выхлоп и ВССМ-винторез. ВССМ-винторез улучшенный аналог ВСК-94. Как я и говорил, автоматическая винтовка, которая прощает ошибки и шьет любую броню как масло за счет калибра. В этой версии есть возможность крафта и установки магазина на 30 патрон. Чего ей вполне хватает, чтобы распилить кого угодно. Даже если их двое, иногда и три цели не доставляют проблем до перезарядки. Модульность хорошая, отдача такая же слабая, как у аналога. Ощущается только на очень далекие дистанции и в высокой кратности. Я считаю ее самой приятной и удобной винтовкой для работы от 40 до 120 метров. Отличный калибр, высокая скорострельность и низкая отдача. Это хорошо. Но есть фактор, который выгодно отличает ее от любой другой винтовки в игре. Это не столько оружие поддержки, сколько полноценная фарш-машина, которая играется как в пачке, так и в соло. И даже если враг застанет вас врасплох и подберется близко, она не подумает отступить и даст достойный отпор многим автоматам. Ну и второй сегодняшний фаворит и лучшая винтовка в игре – ВССК Выхлоп. Этот брутальный красавец совсем недавно пришел на смену МЦ-558, которая теперь имеет ветеранский тир и ничуть не сплоховал. Помимо того, что его очевидно мазали тем самым титан-гелем, ну который рекламируется во всяких второсортных сайтах как средство для увеличения члена, он действительно приятен в обращении и безжалостен к врагам. Не-не-не, не спрашивайте, откуда я вообще знаю про этот гель. Все тюбики я давно выкупил, а значит вы не... Выкупил. Вот это оговорочка по Фрейду. Все тюбики я давно выкинул. Все тюбики я давно выкинул, а значит вы ничего не докажете. Хотя, теперь после этой записи, конечно, с такой доказательной базой хоть в сутыне отошли от темы. Скорострельность хорошая. Для машинки, которая двушотит в голову, фактически все. Высокий урон и мощный калибр, который вкапывает при попадании. То есть замедляет. Причем, сочетание калибра с сумасшедшим останавливающим действием и скорострельности винтовки позволяет пользователям выхлопа практически не отпускать свою жертву. Модульности нет, но она здесь и не критична. Магазин на 10 патрон идет сразу, а для этой машинки этого вполне достаточно. Прицел любой. Надольники и глушители тут тоже не нужны. У вас и так будет самый большой, блин, глушитель на районе. А рукоятка мало бы на что влияла, ведь винтовка и без этого достаточно комфортная. Подводя итоги, я неожиданно осознал, что винтовки по типу использования как раз таки потелил бы на три типа. Приятные полуавтоматы с хорошим уроном и магазином. Больно бьющие болтовки с сумасшедшим замедлом и двушотом. И автоматические винтовки, которые больше работают как универсальное средство на средне-дальние дистанции. И несмотря на топ лучшими кандидатами, каждый в своем, по моему субъективному мнению, являются СВД-М, ВССК-Выхлоп и ВСС-М-Винторез. Такие дела. Пишите в комментариях, какую винтовку используете вы и почему. Спасибо за просмотр и до встречи на просторах зоны Бродяги.